К следующему нашему спикеру перехожу. У нас как раз блок отелей, то есть хочется узнать мнение отелеров о том, что сейчас происходит, соответственно, что сейчас на рынке и так далее, какие-то тенденции, перспективы. Станислав, вам следующий вопрос. Соответственно, вы как представитель такой всемирно известной сети, очень удобный, кстати, очень мне у вас нравится, жаль, давно не был. Вот скажите, какое решение, получается, приняли в последний месяц, то есть вы приняли решение остаться в России, соответственно, как изменилась ваша работа в последний месяц в связи с санкциями? Ну, оно очень совкопное между профессиональным и личным аспектом. Когда определенное количество времени ты работаешь в отеле, ты привязываешь к отеле к сотрудникам. И, конечно, когда есть определенные проблем, то было бы очень легко просто уйти и надеяться вернуться, и у тебя будет какое-то уважение со стороны сотрудниками или собственниками. Это не будет. Поэтому, как говорится, когда в сейф одна лодка, то капитан последний покидает лодку, поэтому и на это основание я решил, что нужно остаться. Второе, наверное, это более личное, персональное. Я все-таки родился в Болгарии, и славяне для меня Россия по культуре, истории, традиции, религии, она как в моей корне. Отдельно, когда рассматриваем Россию, это огромный маркет, развивающийся рынок, который он будет еще долго развиваться, сами увидели после 2020 году, когда все было закрыто. Наверное, большинство от отелей и коллеги, которые присутствуют, они тоже поддержат меня, что в 2021 году был очень хороший год по отношению бизнеса и оборот. Это само доказывает, что сама страна самодостаточно на этот момент развиваться, потому что у нас и гостиничный бизнес, и инфраструктуру еще долго будем развивать. Но вот первый раз, как сказать, русиане начинали понимать своя страна и начинали все-таки изучать самая большая страна в мире. Отдельно, в 2018 году, когда у нас был главный офис FIFA, я понимал, что абсолютно все иностранцы, мы превосходили их ожидания про Россию. Они все сказали, мы не ожидали такое гостоприемство. К сожалению, до 2018 году все думают, что водка и медведи стоят здесь на улице. В один момент они поняли, что здесь есть нормальные отели, нормальные инфраструктуры и улыбчивые люди. Это все вкладывается в одно решение, поэтому я и остался отдельно представителем люксового бренда. Мне, конечно, очень интересно продолжать развиваться в люксовый бренд, потому что идей много, возможностей много и бизнес и гости для этого бренда тоже есть. Вот, я думаю, что это в совкупности делает так, что я с удовольствием остаюсь в России и продолжаю работать здесь. Про трансформацию бизнеса можете рассказать? То есть, что-то изменилось в вашей бизнес-модели там или что-то? То есть, у вас там иностранцев меньше стало приезжать. Это как? Ну, то есть, вот как, грубо говоря, подстраивались под нынешние условия? В 2020 год самый важный, который мы сделали, когда понимаешь, что у тебя уже онлайн будет сложно, мы сделали, наверное, самую лучшую онлайн-студию в коллаборации с еще одной компанией. И эта онлайн-студия до сих пор работает. И в момент, когда онлайн не был так популярной, мы через оффлайн зарабатывали нормально, и мы смогли поддерживать мероприятия и маис-бизнес. Отдельно то, что для меня было очень важно понять, это, конечно, благодаря и собственникам, мы не поменяли абсолютно ничего по отношению к экономии. Мы реально продолжили работать с то же самое количество людей, не поменяли ничего по затратам, по отношению к сервису. И это было очень приятно увидеть, что много гостей начинали с других отелей приезжать к нам, потому что они поняли, что у нас ничего не поменялось. Конечно, я понимаю, что это связано с возможностями, с финансами, но в таких моментах это очень важно показать свои возможности, потому что все-таки это бизнес, и у меня есть определенные обещания к собственникам. И это все в один момент приходит до момента, в который ты понимаешь, что делаешь все правильно, отдельно, отдельно стараясь собалансировать сервисы и цена. И это работает на этот момент очень хорошо, потому что я вижу результаты, вижу конкуренты. И, конечно, мне, ну как сказать, радует, потому что собственник тоже спрашивает об этом. Дальше для меня люксовый бизнес. Очень много из коллеги смотрят на технологии, как сэкономить на сотрудникам, наверное. Но для меня люксовый бренд остается человеческие факторы, человеческие отношения. Это самое важное, и то, что вижу контингент в нашей теле. Ну, человек нужно быть, а не робот. Спасибо вам большое. Очень важно было тоже ваше мнение узнать, потому что это все-таки рабочие места в том числе. Поэтому здесь то, что как раз и собственники, и вы видите эту ситуацию таким образом, что в первую очередь ответственно. Я просто дополню, в прошлый день увидел новые вагоны, которые RGD готовит. Они реально как отель. Я понимаю, что благодаря тому, что железодорога и так хорошо развита и в России, это просто будет, если проблем с перелетом, то RGD готовит шикарные вагоны, которые будут очень легко от одно на другое место путешествовать. Я подумал, что вы видите RGD как конкурент отелю. Нет, это просто развитие. Так или иначе, потому что так как из Москвы, ты путешествуешь по другие регионы, регионы приезжают в Москву тоже. Если это удобно, это инфраструктура, которая и нас помогает. У меня, я воспользуюсь как раз подсказкой Вазгана по поводу генератора случайных рекомендаций, назовем его так. Хочу завершить по минутке буквально на каждого, у нас как раз 9 минут осталось, у нас примерно столько же. От каждого хочу услышать некую рекомендацию какого-нибудь места. Лучше не называть, конечно, свои отели, потому что это как-то будет слишком очевидно. Но вот то место, куда бы вы с удовольствием направили своих друзей. Я бы порекомендовал Элбрус. 100% вам не будет нужны психологи или психиатры после Элбрус, потому что там очень быстро понимаешь, что эта гора стоит веками, а мы такое маленькое количество времени на земле. и просто по-другому возвращаемся к нормальной работе. Поэтому Элбрус он лечит.